МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных событиях минувшей недели поговорим сегодня в течение получаса. Вы смотрите итоги на своем, в студии Герман Кудеяров, и вот о чем расскажем. В Ставрополе подвели итоги краевого этапа конкурса «Учитель года». Губернатор Владимир Владимиров поручил защитить территории от ландшафтных пожаров. И национальные проекты помогают менять Ставропольский край к лучшему. Это коротко, а теперь к полному анонсу выпуска. В Ставрополе назвали лучший кадетский казачий корпус страны. Кто победил? Больше и быстрее. Как нас проекты помогают повысить эффективность работы предприятий региона? В Невиномыске продолжается ремонт мостов, когда жители без проблем смогут добираться на работу. И в Новоселецком округе работает программа «Земский доктор». Куда пойти лечиться жителям и в каких условиях лечат молодежь? Мы начинаем. На Ставрополье создадут реестр соцобъектов, которые можно будет включить в программу льготной догазификации. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров во время еженедельного совещания в правительстве региона. За время работы программы в Крае подключили уже более 6 тысяч домовладений. Предоставили возможности льготного подключения и членам садоводческих товариществ. Начать догазификацию таких объектов на Ставрополье планируется уже в этом году. У нас догазификация социальных объектов в основном направление связанное с отоплением. Ну и я думаю в гораздо меньшей степени обеспечения каких-то бытовых кухней или еще что-то. Уважаемые главы, посмотрите пожалуйста, я уверен, что потенциал тут есть. Также Владимир Владимиров поставил задачу защитить поселение от ландшафтных пожаров. Особое внимание уделяют опашке территорий. Губернатор заметил, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Поэтому бдительность не должна ослабевать ни на минуту, потому что пожары в такую погоду это серьезная угроза. А мы идем далее. В Ставрополе назвали лучший кадетский казачий корпус страны. В президентском кадетском училище огласили результаты престижного осмотра конкурса. Поздравили победителей и участников губернатор края Владимир Владимиров и полпредпрезидента ВСКФО Юрий Чайка. По какому принципу выбирали лучших? Кира Мартынова все расскажет. По военному лаконично и четко, по казачьи с душой и верой. На плацу кадеты-казаки из 10 регионов страны. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что казачество сотни лет защищает русскую землю. И современные кадеты продолжают эту славную традицию. Я, знаете, очень горд, что сегодня юбилейный конкурс. Итоги его подводятся у нас в Ставропольском крае. Край, который богат казачьими традициями. Край, который был столпом терского казачьего войска. Я желаю вам быть настоящими продолжателями традиции казачества. Я хотел бы, чтобы вы все дальше несли нашу веру православную, веру в наше Отечество дальше и воспитывали своих детей. Поздравил участников полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. Вы успешно доказали, что готовы не только к отстаиванию чести своих учебных заведений, конкурентной борьбе, но и дальнейшему укреплению потенциала и славы российского казачества, масштабах своих регионов и страны в целом. Казачество России сейчас находится на совершенно новом этапе своего развития. Государство доверило казакам стать опорой в решении важнейших задач по обеспечению национальной безопасности на территории нашего Отечества и своего предела. Смотр-конкурс прошел в 15-й раз. С три дня юноши соревновались в знаниях и военных умениях. В итоге лучшими среди равных стали кубанцы. Мы очень серьезно готовились. И вообще, я скажу, вот этот всероссийский казачий кадетский конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус России», вы знаете, он очень нужен. Он помогает нам учиться друг у друга, передавать опыт. И, с другой стороны, это серьезнейшая методическая копилка для развития кадетских корпусов. Это очень серьезно. Вот мы буквально за вот эти три дня очень много мы друг у друга научились. Очень многое взяли друг от друга. Казачество год от года становится популярным среди российской молодежи. А патриотизм и духовные традиции в числе приоритетных ориентиров. Кира Мартынова и Иван Датсунов. Ставропольское телевидение. Порой и без того непростое производство можно сделать более эффективным. Национальные проекты помогают ускорить работу любого уровня сложности. О том, как в маленьком цеху Ставрополя реализуют большой нас проект по оптимизации производства, расскажет Алексей Форсиков. Ну вот, казалось бы, окно металлопластиковое. Профили, уплотнители, механизм открывания. Кто-то скажет, ничего сложного, режь в размер да собирай. Но это только кажется. Одних этапов производства больше десяти. И на предприятии задумались над тем, как производить больше и быстрее. И вошли в нас проект «Производительность труда». Около полугода занял процесс оптимизации. И все получилось. Когда была диагностика потока, у нас время протекания процесса, партии окон из 40 штук, составляло 33 часа. По результатам реализации программы мы сократили ее до 9, примерно. 9,2, 9,3. В разы. Практически в три раза. Сотрудникам предприятия итог тоже нравится. Прежде всего, говорят, на зарплате сказалось в лучшую сторону. Да и работать стало комфортнее. Мы стали больше производить, потому что были правильно расставлены станки. Мы стали меньше тратить времени на бесполезное схождение. В результате мы больше производим. С качеством мы, как говорится, и так старались не подводить. Но будем надеяться, что так оно и дальше будет. Нам самим стало легче. Легче работать стало и на других производствах по краю. Регион активно участвует в реализации национального проекта. Процесс прошел на 91 предприятии. В целом у нас по краю на треть сокращается время выработки проекта. Незавершенные товарные запасы на складах. И это влечет за собой повышение заработной платы. Край выполнил все федеральные показатели нацпроекта на 2023 год. В нынешнем году оптимизацию рабочих процессов проведут еще на 10 предприятиях. Алексей Форсиков, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. А в Невиномыске приступили к ремонту двух основных мостов города. Путепроводы обновляют по национальному проекту безопасные и качественные дороги. Когда жители без проблем смогут добираться на работу? Никита Лукьянченко все узнал. Промышленный центр Ставрополья и город у слияния двух рек. Невиномыск разделяет крупнейшая река Юга России. Поэтому мосты – главные связующие звенья между центром и спальными районами. Одна из основных переправ расположена на улице Линейной. Мост через реку Кубань был на этом месте еще и в советские годы. Но в 2002 году произошел катаклизм и предыдущий мост смыло. В 2009 году построили новый, на котором сейчас я нахожусь. Но спустя 15 лет некоторые конструкции уже износились и требовали ремонта. И вот долгожданные обновления наступили. В конце прошлого года рабочие приступили к ремонту основной артерии города. Привели в порядок укрепляющие откосы, заменили тротуарную плитку и пешеходное ограждение. Теперь жители без проблем добираются в центральную часть города. Расскажите, как мост, как обновление? Хорошо, красиво, удобно. На велосипеде, видимо, часто перебираетесь через этот мост? Да, просто прыгал как-то неудобно. Сейчас прям плавно, хорошо. Мы переехали, жили в той части города. Сейчас вот переехали, за мостом мы живем. И как бы мост отремонтировали. Раньше он был разбитый с ямами, тротуары пешеходные были в плохом состоянии. У нас вот внук маленький есть, жена бывает на работу пешком ходит через мост. Сейчас намного лучше стало. Большая часть ремонтных работ на мосту завершена. Обновление проводят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ставропольского края». При поддержке нашего губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича заключен муниципальный контракт по ремонту двух мостовых сооружений. Первое – это мост через реку Кубань по улице Линейной, где мы стоим. И мост через реку Кубань по улице Степана Разина. Он заключен на общую сумму 113 миллионов 195 тысяч рублей. Обновление двух основных мостов, связывающих основные части города Химиков, завершат к началу октября. Никита Лукьянченко и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ну а наш эфирный мост ведет нас из Невиномыска к Новоселецкому округу. Там продолжаются работы по формированию комфортной городской среды. Скоро создадут новое место для прогулок, где собираются построить райский уголок и когда уже можно будет прогуляться. Расскажет Анна и Даниэлян. Падинское считается географическим центром Ставропольского края. А летом центр села станет новой точкой притяжения для жителей. На реализацию и благоустройство этой территории направили все силы. И совсем скоро на этом месте будет большая игровая площадка. Ну и не только. Благоустройство стартовало в марте по программе формирования комфортной городской среды. Ход работ курирует Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта. По условиям национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году проходило голосование для определения территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2024 году. И на данном голосовании у нас победила данная территория. Это парк в центре села Падинского. Парковая зона будет разделена на две части. Там, где находятся памятники культурного наследия, создадут зону для спокойного отдыха. А ближе к детскому саду построят игровую площадку и парковку. Сейчас же здесь укладывают плитку. Потом будем ее проходить виброплитой, ну, так сказать, сажать ее. В общем, выравнивать, сажать. Потом песочком просыпем, прометем, все и готово. А вот изюминку села решили воплотить необычно. Через арт-объект «Компас». Про компас интересный. Это будет на плитке изображено или как? Или по всей территории? Ну, это, знаете, это такая, скажем, такой арт-объект. Он будет установлен, да, на плитке. Но это отдельная конструкция. То есть там, начиная, будет она такая с подъемом, начиная от 40 сантиметров и до 70 сантиметров высотой. Ну, и у нее будет свой такой диаметр. В прошлом году благоустроили еще одно место для отдыха. На улице Гагарина в селе Журавском. Раньше здесь был пустыд. Сейчас же чистота и благодать, которой радуются жители. Я очень довольна. То есть, ну, как сказать, я здесь работаю. И мне приятно вот это все смотреть. Я не зря голосовала. Я знала, что и наша глава администрации сделает свое дело. Благодаря программе формирования комфортной городской среды Новосельский округ цветет и преображается. А жители активно голосуют уже за будущие изменения. То, что касается будущего победителя, как только до 30 апреля голосование завершится, мы подведем итоги и уже будем работать над изготовлением документации по будущему периоду в 2025 году. А приедут прогуляться по новому парку Аннаид Даниилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Первая часть выпуска уже позади и впереди немало интересного. Вы смотрите итоги на своем. Вот о чем расскажем далее. В Новосельском округе работает программа «Земский доктор». Куда пойти лечиться жителям и в каких условиях лечат молодежь. Помощь фронту, как в селе Донском, помогают нашим бойцам. Поющие семьи Ставрополья. Как участники проекта «У меня есть голос всей семьей» готовятся к главному концерту. Мы продолжаем выпуск. В Ставрополе подвели итоги краевого этапа всероссийского конкурса «Учитель года». В церемонии награждения принял участие губернатор Владимир Владимиров. Глава региона отметил, что преподаватели играют важнейшую роль в формировании личности, а труд учителя лежит в основе всего общества. Владимиров пожелал педагогам профессиональных успехов и благодарных учеников. Я вот недавно спрашиваю, чем вы болеете. Я всегда говорю, что я боле образования. Потому что только то, что вы сегодня вкладываете в наших детей только патриотизмом, только знанием, только семьи, только своей любви. Только это позволит мне уже, дай Бог, Господь убрать пенсионеру спокойно на пенсии почиваю. А ваши дети, которых вы выпустили со школы, они будут работать и будут называть наш край и нашу большую родину. Победителем в номинации «Учитель года» стала Наталья Черниговская из Краевой столицы. В категории «Воспитатель года» выиграла Татьяна Ребыкина из Невиномыска. А в номинации «Молодой педагог» лучшим стал Дмитрий Шабельский. Я учился в этой школе и решил попробовать там работать. Есть и сложности, и радости. Сложности в том, что дети мало читают, а радости, что я заставляю их читать необычными способами. Это самое главное для меня. Учитель – это проводник знаний, это тот человек, который способен научить, сформировать гражданина. Это самое главное, я считаю, для нас, как граждан России. Мы тоже всех поздравляем и продолжаем выпуск. Куда пойти лечиться? Жители Новоселецкого округа точно знают ответ на этот вопрос. И, между прочим, это не как раньше в город, а в районную больницу. Там провели ремонт и закупили новое оборудование. Еще и доктора свои земские. Как работает на селе молодым специалистом, узнал Алексей Фурсиков. Очень хорошая больница, молодцы, красиво, очень приятно лежать в таких палатах. И врачи очень хорошие. Хорошие врачи – это в том числе и о заведующем отделением хирургии Александре Кочагине. Он, как и другие его коллеги в больнице, земский доктор. Трудится в Новоселецком округе уже два с половиной года. И по окончании пятилетнего контракта место работы менять не планирует. Все устраивает. А как иначе? Больница отремонтирована и модернизирована благодаря нашу проекту здравоохранения. И оборудование новое закуплено. Условия самые оптимальные. Кто желает, администрация и больницы, и муниципального образования помогает всячески и жильем. Денежная компенсация, если съем жилья, заработные платы достойные. Все преимущества жизни на селе налицо. А что по условиям? Земский доктор, заключая контракт, имеет право на единовременную выплату от государства в размере миллион рублей, которую может потратить на любые цели. Самое популярное – покупка жилья или оплата ипотеки. Контракт земского доктора заключается на пять лет. Реализацию программы на Ставрополье курирует региональное Министерство здравоохранения. На данном этапе у нас работает 11 специалистов, которые пришли к нам по программе «Земский доктор». Из них два фельдшера на ФАПах работают. Девять, соответственно, врачей. Мы очень довольны, что ребята приходят. Получается по программе денежную компенсацию. Я надеюсь, что большинство из них останется в нашем районе, будут продолжать также оказывать помощь нашему населению. Потому что мы предлагаем все усилия, чтобы нашим докторам было комфортно работать. Но все же врачи в эту больницу еще нужны. Так что если вы молодой специалист и хотите получить достойный опыт в профессии, работая в современной больнице, вы знаете, что делать. И все-таки без молодежи старшим не обойтись. И вот еще один пример. В селе Донском поколение объединили усилия в подготовке гуманитарного груза, который отправится бойцам в зону проведения спецоперации. Собирают медикаменты, предметы первой необходимости, личной гигиены, а также продукты. Почему важно объединить усилия и как еще можно помочь фронту. С активистами встретился Илья Белозеров. Мы помогаем ребятам, мы приближаем победу. Активности и энтузиазму у этих людей можно поучиться. Всеми силами волонтеры из Центра общения старшего поколения в селе Донском помогают бойцам спецоперации. Мой сынок там, и я желаю скорейшей победы, и чтобы все детки вернулись живыми. Очень страшная такая вся идет у нас история. Вот чем нужен. Могут и делают. Мастера от блиндажной свечи собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети. Плетения бывают разные. Сети мы плетем с мая месяца того года. У нас был и панцирь, и журавлик. Вот это плетение травка называется. Очень долгое плетение, потому что клеточка плетается со всех сторон и по два раза. Восемь раз плетается каждая сеточка. В этот раз старшее поколение объединило усилия с молодежью. На подмогу пришли участники движения первых. Пока взрослые плетут сети, в соседнем помещении школьники помогают собрать гуманитарную помощь. Оба поколения хотят передать достойный благотворительный груз, который в самом начале мая отправится в зону спецоперации. Собирают медикаменты, продукты, предметы первой необходимости, и личной гигиены. В гости к активистам зашли бойцы спецоперации, которые скоро опять отправятся на передовую. Конечно же, приятно очень получать какие-то посылки с дома, какие-то гуманитарку, что-то определенное. Лекарства очень помогают. Ну, вы сами понимаете, в лесу жить как бы. Не все доступно. Очень приятно, конечно. Очень нужные вещи доставляют. Огромное спасибо. Школьникам передают письма тоже. Ну, читаем. Даже тут. Вот открываете письмо от детей. Что думаете сразу? Ну, честно, вспоминаю своих детей. Такой масштабной акции перед праздником Великой Победы активисты хотят подчеркнуть преемственность поколений и необходимость объединить усилия, чтобы помочь нашим защитникам. Преемственность поколений – это важная нить, которую нельзя разрывать. Ведь это связь между прошлым, настоящим и будущим. И поэтому в преддверии Великого Праздника Победы мы совместно с Центром общения взрослого поколения решили подготовить посылки и маскировочные сети для солдат в зону специальной военной операции. Накануне 9 мая, Дня Великой Победы, мы решили собрать совместную посылку для ребят, находящихся в зоне СВО. Ведь это очень важно сейчас оказать им поддержку, потому что они, как наши деды и прадеды, защищают нашу Родину, не жалея себя, не жалея своих сил. С гуманитарным грузом на фронт отправятся и письма со словами поддержки от взрослых и юных активистов. Готовы всегда помочь защитникам Родины Илья Белозеров и Павел Селиверстов, Ставропольское телевидение. А мы продолжаем следить за ходом проекта «У меня есть голос всей семьей». Вокальный конкурс «Телеканал СВОЁТВ» запустил совместно со Ставропольским региональным домом народного творчества при поддержке Министерства культуры края. Главному концерту проекта участники готовятся вместе с наставниками. А следит за всем по-прежнему Виктория Шкальная. Она подготовила репортаж из Железноводска. Вот так глянули друг на друга, никому никто не понравился. Фу! Ничего хорошего, особенного. Любовь не с первого взгляда была, да? Нет, не с первого. Больше двух месяцев назад эти семьи пришли на первый отборочный этап, чтобы попробовать свои силы. И вот спустя несколько концертов в прямом эфире, переживания и ожидания результатов, эти участники – финалисты конкурса «У меня есть голос всей семьей». За время проекта они действительно стали друг для друга родными. Пусть не погаснет никогда в родных стенах горяча, Живи, моя семья! Гори, очаг, и скачет дом, и все счастливы! Сходу – распевка, а рядом – наставники. Впереди участников проекта «Галоконцерт», а пока – упорная работа. Впереди нас ждет, завтра ждали я желание, чтобы мир был на земле, и не нужно ничего другого мне. Члены жюри под свое крыло взяли каждого участника. Постоянная работа даже в телефонном режиме. А пока главный вопрос – выбор финальной песни. Все, этот вариант мы оставляем. Но мы должны просто разорвать публику, разорвать, поднять зрителя, поднять овации. С репертуаром мы пока не определились, но хотим остаться верным традициям, взять что-то забойное, роковое. Ну вот, думаем, плейлист накидан. Своими наработками участники охотно делятся друг с другом и с нашей съемочной группой. Как бессонница в час ночной меня и неюди моя облик твой. Чих невольница ты и ты, зачем тебе охотиться? Ай, у тебя ж мурашки! После концерта вокалисты не сидели на месте, ведь найти свою песню и тем самым покорить зрителя – задача не из легких. Эти две малышки уже готовы удивить ставропольского слушателя новым хитом. Мы не дяди и не тети, зачем так много вы нам надо задаете? Мы всего лишь дети, а у нас как у котят, а те-то как с места спадели играть хотят. Под контролем все до мельчайших деталей. Постановка дыхания и голоса, работа с интонацией и подачей на сцене. Участники предлагают свои песни. Мы смотрим на возможности участников, тоже предлагаем в свою очередь какие-то наши наработки, наши песни. Сходимся на чем-то едином и продолжаем работать в этом ключе дальше, чтобы это было все максимально красиво, максимально эффектно и максимально здорово звучало. Впереди у наставников и их подопечных еще много работы. Но готовое выступление конкурсантов ставропольцы смогут увидеть уже в день Ставропольского края на главной сцене Краевой столицы и в прямом эфире нашего телеканала. Уважаемые зрители, следите, будет дальше, будет еще интереснее. А продолжат следить за любимым проектом Виктория Шкальная, Олег Байкулов и Евгений Тимофеев. Ставропольское телевидение. На этом у меня все. Это были главные новости минувшей недели. И поверьте, следующая будет не менее интересной. Вы смотрели итоги на своем. В студии для вас работал Герман Кудеяров. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин